Доброе-придоброе утро! Сегодня я буду вот такая, наверное, кудрявая все-таки. Завтра приведу себя прям уже в порядок. Я не хочу ничего уже делать с головой, потому что я домовалась последней тепленькой водичкой и просто помыла голову с шампунем и не высушила, потому что думала перемою голову, потому что я хочу маску делать всякое такое. Ну, лучше я нанесу завтра утром маску, побуду в ней 40 минут, а волосы оживут. И, в общем, приведу завтра в себя в порядок, потому что завтра у нас ресторан, завтра мы празднуем день рождения Дана, моё день рождения, а сегодня у нас Дану годик. Сынок, поедем покупать тебе рубашку на день рождения? Данулик, мы сейчас соберёмся, я вот так вот и не буду уже приводить себя в порядок, я так и буду. Мы соберёмся сейчас, закончим все дела дома, да? Да. И поедем покупать ему рубашечку и, возможно, две пижамки новые, да? Угу. Короче, будем докупать, всё ещё нам надо в ресторан, нам нужно выпивку ещё докупить. И всё. Так, в общем, Данулька у нас и снова мы пока ещё не выехали, значит, я решила, что всё-таки сделаю маску для волос так, как я и хотела. Я набираю, у меня сухие волосы, я набираю маску. У меня эта маска Ля Дор, очень, кстати, советую, потому что волосы кайфовывают от неё и от шампуня. И сейчас обильно промажу волосы этой маской. И так похожу, и к моменту, когда проснётся сын, я смогу пойти в ванную, смыть голову. А для волос это будет отличная сейчас спа, которой я устрою. Они будут в восторге, эти волосы. Я, кстати, рекомендую вот так сделать, только хорошо потом вымыть волосы, потому что они напитаются, во-первых, этой маской. Короче, вообще, любой маской для волос попробуйте так сделать на минут сорок, а потом пойти помыть голову и вы кайфанёте от эффекта. Поэтому я сейчас этим и занимаюсь. Надеюсь, напитываю маской волосы. Поэтому сейчас пока буду такой, с масочкой. Мы приехали в торговый центр, уже зашли в магазин, кому-то купили на день рождения рубашку, кому-то крутецкую курточку, а кому-то крутецкие штаны. Да? Нам туда может быть? Он, скорее всего, на второй этаж. А вон Коллинз есть. В Коллинзе есть что-то? Не уверен. Ну, второго этажа как таковым... Ага. Да, пойдёмте на второй этаж. Тут надо на лифте. Ну, давайте... Пойдём? Да. Ну, поездим вокруг. В общем, мы скупаемся и кажется, неужели, но кто-то сидит. Мы очень надеемся, что это не разово. А, вон LCV Kiki. О, есть, да? Да, пойдёмте сходим. Что-то не разово акция, но, по-моему, он в восторге. А для нас это реально наслаждение. Ну, просто если даже представьте, можно, что такое, когда хотя бы даже вот этих 10 минут уже там сидит. Он... А, это Интертоп. Ну, давайте разворачиваемся и поездки. В общем, даже эти 5 минут, это реально круто. Потому что, Дан, мы пришли в магазин только, что я выбирала там одежду. И Дан захотел слезть. Он потопал ножками сам. Сел потом на велике. Я ему предложила, потому что он устал. Ему предложила. Он любезно согласился. И мы с ним поехали дальше. Ой, это на четвёртый. Тут нету первого. Пойдём, выходим. Аккуратно, ребёнка. Куда? Так это всё. А под низом большой супермаркет. В общем, мы в надежде просто найти какие-то недорогие кроссовочки чисто для фотки. Потому что нам сейчас кроссовки не нужны. Потому что я не знаю, какая весной у этого человечиха нога будет. Лучше мы весной купим, да, кроссовки нормальные? А сейчас ещё может чисто такое, что-то для фоточки. Вот этому красавчику. Потому что завтра он у нас будет обалденно красивый. Аккуратно. Да? Ты что на велосипеде ездишь? Да, у тебя велосипед, ты крутой. Обалдеть. Итак, мы приехали домой. Первое, что я сделаю, это распаковку с мегамаркета. Мы купили нам водичку. Мы купили... Ну, всё. Короче, у нас тут куча трусковеткой. Вот такие вот свечечки мне на тортик. Они будут идеально под мой торт. Вот такая вот решенька нам. Дану супец. Давай, Санюш. Дай, дай, дай. Дай. Кто это? Так. И где-то там ещё один небольшой свечка, но мы её уже использовать не будем, потому что мы нашли уже другие свечки. Так. Смотрите, что мы купили. Короче, я же говорила, что мы ищем какой-то обувь чисто на один раз. Мы её нашли. Сейчас вам покажу. Короче, вот такие вот туфельки-ботиночки. Они очень прикольненькие. Ну, как раз нам на один день рождения. Так, да, ну вот такие свечечки на тортик его купили. Купили Андрею вот такую куртявку ту детскую. Такая микробочка. Она очень прикольная. И мне кажется, вы знаете, кто её будет носить на. Купили нашему принцу вот такую вот крутую рубашку. Здесь молнии, видите? Так сезапно кто-то в рубашку пойдёт. Купили ему вот такую вот пижаму. Здесь кофточка и штанишки. И вот такую вот пижаму-мишку. Так. И мне купили вот такие вот крутецкие штаны. Я от них в восторге. Вот. Блин, тебе. Всё, это всё, что мы купили. И надули много шариков. Это по кайфу. Прям вообще супер. Так, выпьни, пожалуйста, ботинок. Давай мерить. Так. Сынок. Ты наружу. Да ладно, ты бумажку делай. Где второй? Мама. Мама. Бей, бей, бей. Да, я знаю. Но мы сейчас покажем вариант. Вот такие вот боты. Пробуй ходить. Бесят, да? Сынок, ну это чисто на один раз. Бери его, он кушать хочет. Бери на ручку. Скажи, я в таком ходить не буду. Сынок, это на один раз. Чисто для фотографии. Всё. Так что мы скупились. Так, ну что, ребят, мы будем уже идти, ложиться спадки, потому что завтра нас ожидает очень интересный день, так как завтра мы едем праздновать день рождения моё Дана. Вот. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всё, всем пока. Так, ну что, мы приехали уже в ресторан. Наш именинник круто одет, но мы заснимем чуть попозже, потому что мы будем сейчас встречать наших гостей. Так, ну что, мы тут сидим, наш ребёнок спит у нас на столе, здесь курточка, да? Мы не снимаем, потому что не все же, ну, не хотим обрегать, чтобы не снимать всех, кто здесь есть, да? Вот. А так мы и сидим, ребёнок у нас кайфует, а спит. Ну, мы тоже сейчас наконец-то отдыхаем, потому что у него зубы болят, и он целый вечер был на мне, поэтому настроение у него сегодня прям вот именно праздничное. Да? Вот. Такие вот у нас дела. Шарики практически уже все дети полопали. Ну, это запирали. Остатки. Остатки дополнительных. Да, остатки совсем чуть-чуть их. Короче, надеюсь, с тортиком сфоткаемся хотя бы. Ты уже подмазал. Потому что этими шариками не сфоткались. Но у нас сохранилось сердечко и единичко. О, Господи. Я думал, наклонилась на тортики, думал, уже что-то используется. Ещё чуть-чуть шариков есть. Для котки сойдёт. Тоже хорошо. Надо было вот так вот связаться. Именник наделся и сходил. Именник за то, что теплёт. А я получаю всё полю. Поперёте помню. Молодец. Спасибо. Хэппи бёздэй Тую. Хэппи бёздэй Тую. Хэппи бёздэй Диаира. Хэппи бёздэй Тую. Ему не нравится эта песня. Начинаю снимать. Хэппи бёздэй Тую. Хэппи бёздэй Тую. Хэппи бёздэй Диаира Данны. Хэппи бёздэй Тую. Хэппи бёздэй Тую. Дануля, ну, с днём рождения. Урааааа. Все перестали. Хэппи бёздэй Тую. Всё. Скажи, эта песня мне не нравится. А бабок летел. Всем привет. А мы тут сидим. У кого-то красивая бабочка. У кого-то красивая бабочка Данна. У тебя? Рубашка. Данчики, в общем. Красавчик. Ещё тут. Данек, что там? Шарики? Шарики. Ай, какие весёлые шарики. Ера. Ера. Можно лицам? Ера. Ера. Забери её тогда, чтобы не потеряла молодец. Мама. Так, ну что, отпраздновали мой день рождения. Мой, Дана, да? Да. Все гости уже разошлись. Мы остались собрать всё. Развлекаем Дана как можем, потому что именно сегодня, вот как-то так сложилось, что именно сегодня у Дана адски разболелись зубы. Он целый вечер с меня просто не мог слезть. Он плачет бесконечно. Короче, сегодня вот так вот получилось. В общем, будем мы уже разъезжаться по домам. Так что, вот такой вот день рождения у нас получился. Естественно, не получилось снимать, потому что мы участвовали в дне рождения и по большей степени больше просто занимались данным. Так что, вот такие вот дела. Ну, ничего страшного. Итак, так как влога не было, будем реабилитироваться Данок, иди сюда, зайка. Данолик, бегом иди сюда. В общем, мы будем расширить подарки. И я думаю, всем интересно, что нам подарили. Нам тоже интересно. Первый подарок, который нам подарили, это... И у нас есть велосипед, который я уже показывала. Это был с моими родителями. Мы совместно подарили подарок Дану на день рождения. И бабушка вторая нам подарила столик со стульчиками. Вот еще дарили нам игрушки. В общем, короче, подарком нам понадарили целую кучу. Так, о, класс! Еще нам подарили этот самый мебель с этими шокляшками. А, мы еще не дозаказали, потому что ее нет в наличии. Вот, нам подарили вот такой вот сортер. Да. Давай посмотрим, что тут за сортер. Да? Что, сортер? Да. Давай. Я хочу распаковывать. Давай, распаковывай. Дай мне. И подарили... Вау! Все, это моя любовь. Деревянную игрушку нам подарили. Деревянные такие пазлики. Но мы их не будем распаковывать. Да? Угу. Вот. Они такие деревянненькие, тут они по отдельности складываются. Или это тоже не будем распаковывать? Или это будем? Это можно. А, это... Ой! Аккуратно, сынок! Вау! Собирай машинку. Ура! Я собираю. Так. Ну, прикольно. Смотри, какая тачка. Так. Что нам еще? Давайте помаленьким городом пройдем. Побудем дальше распаковывать. Вау! Да! Клаааааааа! Клаааааааа! Смотрите, деревянная повозка тоже... Сына, смотри! Обалдеть! Так, как это снимать? Подожди. Вау, смотрите, это такая офигительная машинка, треугольник, звездочка, которая на веревочке ее возишь, и здесь деревянные игрушечки. Класс, обалдеть. Супер. Так, иди сюда, ребенок, на тебе. Мама с папой тоже играются, они распаковывают подарки. Я вообще-то так играю с данными игрушками. Блин, короче, вот это тоже деревянные игрушки, просто я люблю деревянные игрушки, это моя любовь. Она даже нашла мультик о деревяшке. Нет, давай сначала, наверное, беговел. Давай. Короче, нам подарили еще беговел для Дана. Это тоже супер круто, потому что теперь у нас есть идея. Я еще не разобрался с этим, как это все применять. Так, давайте пока муж будет разбирать беговел, мы с вами быстро соберем. Нам осталось самое легкое задание, это просто сложить этот спортзал. Как на картинке Дана? Какая машинка летает. Ой, бубух! Бубух аккуратный! Вау! Вау, какой крутой беговел! Вот это беговел, конечно, да, крутецкий. Да, у нас крутой, реально крутой. А, блин, короче. Смотрите, какое колесо крутецкое. Вау! Прям реально. Прям колесо. Да, давай, успоко. Так, это потом еще надо сложить. Короче, мы отложим все-таки сейчас этот спортер и сложим его потом. Потому что тут все надо наклеить аккуратно. Вот такая вот рама. Это похоже на Бэймикс. Только не Бэймикс. Нет, это беговик. Это Бэймикс. Короче, это мы потом сложим, потому что это все будет сложно сейчас делать. Это еще какой-то такой, пакинет у меня позднее. Как это я возьму? Это на дорогой вот так. Так, это вот сюда. Какой крутой. Реально крутой. Подожди, нет, это не так. Это так. Это, по идее, вот так. А, ну вот так. И что, тормоза работают? Я пока их не вижу. Вон они туда идут. Вон туда проводок этот идет. Так, давайте... Ладно, давайте ждать. Все-таки придется ждать. Потому что тут уже бардак мы устроили. Класс. Реально, вообще. Да, супер крутой беговел. Пусти. Ну, мы сейчас его не соберем просто. Не соберем чего? Ну, потому что детали все нужно прикрутить. Ты думаешь? Ну, вообще да. Ну, я думаю, да. В общем, давайте мы, наверное, покажем его в собранном виде чуть позже. Складывай его обратно. Так, все, мы сложим пока беговел. Потом мы вам его покажем. Когда мы его разберем, соберем. Потому что там нужно приложить чуть-чуть усилий. Показывай еще один подарок. Давай мои подарки. Здесь есть еще и мои подарки. Мы выпраздновались. И мой день рождения. Так, мне подарили кастрюлю большую. Супер, отлично. Новая кастрюлька. С крышечкой. Так, что мне еще подходит? Да, она выглядит. И, вау. И еще одна сковородка волка. И, ну, это не волк. Как не волк? Это не волк. Не волк? Нет, это не волк. Это же не волк идет. Там еще сковородка. И еще вот такую вот прикольную. Класс. Сковородочку. И еще. Давай ты пока вот это будешь. Покажи. Смотрите. Нам еще подарили вот такой вот трансформер. Хадули здесь. И столик потом идет. Это вроде двухсторонний. Но здесь есть где-то, где найти можно мой подарок. Вот он. А, вот он. Здесь есть еще один подарок. Это мы сделали. Да. Офигительный подарок. Это духи Каролина Херрера. Я, кстати, очень сильно хотела Каролину Херреру. Я знаю эти ароматы. И знаю, что эти духи очень вкусно пахнут. Протожди ты. Смотри, что здесь есть. Можно ли мне просто ложечку где-то? Да, видишь. Тут даже телефоны такие. Алло, алло. Алло, алло. Как, а? Да. Класс. Супер. У меня давно не обновлялись духи. Я очень себе хотела. Вау, смотри, как красиво. Смотри, какой тебе. Ага. А здесь что? Ммм, боже. Ага. Очень вкусный аромат. Класс. Спасибо огромное за подарки. Да, прикольно. И еще, конечно же, нам пополнили немножко бюджет семейный. Поэтому были и финансовые подарки, и вот такие вот подарки. И мы всем очень благодарны, на самом деле. Потому что это реально круто. Так, показывай, что здесь у нас есть. Короче, здесь есть руль-крутилка. Афигительная штука. Крутится руль, крутится машинка. И у нас еще заводится. Вау, оно еще и на батарейках уже работает. Короче, супер. Она здесь у меня легкая. Клад. Короче, здесь есть тоже супер прикольная данная игрушка. И сзади есть тоже супер прикольная игрушка. Как это? Тут что-то можно дознать или что? Что? Вот. Вот это. Это и как ходунок, и как столик идет. Вау, смотрите. Вау. И что это? Это оно так лиснуто. Преугольное. А как стереть все? Стереть вот. Вау. Офигеть. Тебе не было такой доски в детстве? Так, еще должна быть ручка, по идее. Ну типа, рисовать же еще ручкой. А пальцем? Нет, это не рисуются пальцем. Есть ручка? Нет. Нету. А что ты Дану давал? Вот это. А ну как? Может, эти? Да нет. Нет, только тем рисовать. Жадно, что жаль. Нет, жадно, что нет ручки, потому что знаешь, Сипа, она еще рисует ручку. А, вот ручка! Все, вот я нашла ручка. Вот. Класс. Супер. Вау. Я Дану очень хотела купить доску, чтобы он мог так рисовать, стирать. Так что будем заниматься этим с ним. Это реально очень круто. Супер. Короче, подарком нам надарили. Реально суперкрутых. Давайте. Много полезных. Мы с ним будем разбираться. Это если есть ходуя-то. Это как будешь делать? Как столик или как традиционный? Наверное, как ходуя. Они меньшее место занимать будут. Господи, я на разбирайся. Вот так вот. Так вот. И что дальше? Короче, обалдеть. Но больше всего я сейчас... А, это что? В шоке от духу, потому что запах реально прикольненький. Супер. Кайф. Это что? Нет, это запах. Ага. Я считаю. Та у гованисты, Гусы. В общем, блин, спасибо всем огромное за подарки. Это было реально суперкруто. Это обалдеть. Все подарки просто реально очень крутые, полезные. Подожди, стой, стой. Понял. Так, я ее что-то ехал. Ну так вот. Все, это вот. А что она не стыковается? Вообще-то, блин. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Так вот не получится. Интересно. Парабанец. И вот это поедет. А вот это у нас. Вот так вот, да? Ну не так. А вот так вот. Просто сними эту ножку и по-другому надо его. Я согласен. Сейчас, сынок. Сейчас, мама с папой тебе все сделают. Ой, не падай. В общем, у нас, конечно, красавчик в рубашке, в бабочке. Но он у нас... Нет, Зай, неправильно. Почему? Ну как ты ручкой будешь возить? А я думаю, что-то не получается. О, получается. Прикинь. Там, наверное, родная резьба. Так, стою на эту машину. Да, смотри. Так, ерун. В общем, мы будем уже, дано, потихоньку готовить ко сну. Разбираться со всем. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И мы вас любим очень-очень. Всем пока. Всем доброе утро. Утром мы проснулись. А кофе пить нечем. Поэтому пришлось заказывать доставку. Я просто смотрела, там что-то странное лежит возле мугралона. Потом увидел, что-то упаковка странная. Короче, поэтому заказала нам доставку. Потому что у нас ни хлеба нормального, ни тостового, ни молока для кофе. Короче, ничего не было. Как обычно, маска в подарок. Я заказала бананчики, чтобы Дану сейчас покушал бананчики. Так. Заказала сумеш. Вот такая вот имперская здесь брокколи. Цветная капуста и морковка. Для супчика. Да, она идеальна. Заказала вот хоть какой-то толстого и хлебушек. Потому что вообще никакого не было. Поэтому хоть какой-то. Так. Заказала морковку, ту, которую сейчас я обязательно съем. Потому что я не мечтала уже давно. Яблочки нам заказала. Что еще? Картошечку заказала, потому что закончилась. Заказала такой фруктовый батончик. Заказала пасту. Заказала толстого я... Это... Сырок плавленый. И заказала... Два молока. Все. Это весь заказ. Сейчас Андрей наконец-то делает нам кофеечек. И мы выпьем кофе. Потому что я до сих пор проснуться никак не могу. Короче, сказать, что я охренела, когда сняла тейпы, это, наверное, ничего не сказать. Потому что... Посмотрите. Значит, я сейчас ставлю просто видео, где был живот, когда я наклеила тейпы. И насколько он уменьшился. Вот здесь вот ушел. Здесь нужно больше подтяжки. Потому что я здесь сделала упор. Но здесь не сделала упор. И, блин, я охренела. У меня живота нет. Он площа стал. Это он расслабленный. Я ничего не ела еще. Потому что у нас ничего не было. Я так что сельпо доставку заказала, чтобы хотя бы бананом перекусить. Офигеть просто! А еще у меня большая радость. Буду работать в этом же духе. Потому что синие растяжки, которые не уходили целый год, они практически пропали. Я, блин, так охренел. Потому что я думала, ну все, типа, это навсегда нужно с этим смириться. Нужно просто будет потом пойти и лазерем их удалить. Нет, нифига не проходят! Я так счастлива! Вы себя просто не представляете. Потому что это был такой вот именно не то что комплекс, но не супер приятно. Потому что на пляже ты выходил, и у тебя здесь синие такие растяжки по ногам. Короче, это кайф! Я очень-очень счастлива. Буду работать в том же духе, клеить снова тейпы. Потому что я вижу реально результат! Я охренела! Я просто в шоке! Ну реально, мой животик, он такой шикарный! Я так счастлива! Это я просто пять дней походила с тейпами. И с пяти дней я три дня, нет, два дня не занималась. Офигеть! Я очень-очень счастлива! Это просто суперкруто! Короче, буду собираться, потому что сейчас к нам снова гости приедут. Будем праздновать у родителей в гостевых апартаментах. Будем продолжать праздновать день рождения. Вот. Фотографии скоро появятся в Инстаграме. Видео тоже нужно дождаться, мама скинет, потому что мы особо вообще не снимали на дне рождения, потому что, ну, так получилось. У нас ребенок был супер беспокойный. Конечно, мне бы хотелось реально отснять красивые видео, там, его первый день рождения, мы празднуем. Ну, так сложились обстоятельства, что мы не будем же мучать ребенка ради видео, да и плюс он будет на видео только плакать. Поэтому, конечно, я расстроена, как мама, наверное, то, что у меня для ребенка нет хорошей памяти, хорошего видео, где мы праздновали все эти тонкости, отсняты. но все равно мы очень любим нашего ребенка и объясним ему в будущем, почему у него нет видеосъемки в день рождения, да потому что он был заболевший, да потому что он хныкает бесконечно, и как бы не очень бы хотелось снимать Дана в плохом настроении, потому что, ну, что это такое, зачем ребенка в плохом настроении снимать. Вот. Ну что, мы тут остались с двумя мальчиками, с двумя детками. Зай, как тебе? Мама пошла, да? Мама ушла, да? Скажи Андрей. Скажи Дан. Скажи Ира. Скажи Кира. Скажи Костя. Костя. Скажи Таня. А скажи Мама. А Папа. Скажи Автобус. А скажи Ананас. А Киви. А Лайн. Апельсин. Скажи Апельсин. Короче, у нас тут весело. Так что мы тут нянчимся с двумя детками, пока пошли делать кофе. Санулька тут играет с Никитой. Вот. Господи. Просто только что вылетела из головы ее. Скажи Никита. Никита. Скажи Никита. Молодец. А ну еще раз. Еще раз. Скажи Никита. Никита. Вау. Ему полтора года, нашему до нольки готик. В общем, разница в шесть месяцев. Да, да. Но дружно. Не бьются, не дерутся, не царапаются, не кусаются. Все окей. Так, ну что, мы пришли домой. Сейчас вам покажу. Господи. Там у меня, как всегда, просто стирка. Блин, она в зеркале. Вы ее видите, да? Она в зеркале все равно присутствует. Но мне стирку все равно видно. Короче, мне пришла очень важная посылочка, которую я супер долго ждала. Сейчас я вам покажу, что я себе заказала. И теперь завтра Иришка возвращается в рабочие будни. Когда она будет тренироваться? О, Господи. Заказала нам спортивную одежду. Тебе нет. Это для нас. Нет. Это для тебя второе, для меня. Нет. В смысле нет? Прямо не спустя. Там под меня размер. Нет. Да. Так, я заказала себе. Во-первых. А мне? Отдельно. Я заказала себе две пары штанов, потому что у меня есть. Вау, какое качество. Это даже не то, которое я ожидала. Обалдеть. Супер. Смотрите, тут с жопкой. Сейчас покажу. Зай тут с жопкой. Отлично. Какой запах он у меняет. Странный. Я подумала, если честно, что это Андрей здесь навонял. У тебя пузо. Ну, Зай, куда ты растяиваешь? Ты что, придурочный? Или что, блин? Ну, я хотел одеть. Зай. На своей цельте примерить. Смотрите, такие розовые штанишки. Тут такие нацельщики есть? Здесь есть футболочка такая топовая. О, давай топовую футболочку. Не надо мне растягивать ни футболку, ни просто вот такой вот лифчик. Спортивный, наверное, топик больше. И здесь еще вот штаны такие. Тоже такие, как я розовые заказала. А вот здесь штаны нормальные. Смотри, здесь нет попы. Здесь есть попа. Блин, разного качества штаны. Эти помягче. Потрогай эти. И потрогай эти. Иу. Эти более такие спортивные. А эти более лобковые. Репродуктивные. Видите, тут жопка есть. Это, блин, максимально странно с жопкой. Наверное, я их сейчас проверю, потому что мне суперинтересно, подходят ли мне эти топы для моей груди. Надеюсь, да. Так, вот первый лук. Штанишки. Жопка, которую надо подкачивать. И вот такой вот топик. Кайф. Поверх одевать, например, можно футболочку. Но, типа, я бы не одевала, потому что дома жарко. И все очень круто выглядит. Супер. Я мечтала. Эти все нарядики для спортика и дома. Намного удобнее будет ходить дома. Все-таки в таком топе. В штанишках таких. Нежели в футболочках. Особенно, когда жарко. Кайф. Я довольна. Так, и сейчас покажу, как выглядит еще поверх футболочка. Ну, не поверх, а вместо топика этого есть еще футболочка. Сейчас вам покажу. И покажу, наверное, под тот наряд. Я одену футболку и сразу померяю штаны. Вот так вот выглядит футболочка. Очень прикольненько. Кайфово. И вот так вот выглядят эти штаны. Это максимально странно, когда он пришел в попу, вылазит. Но прикольно. Тоже неплохо. И прикольные станишки. Так что я довольна. Супер. У меня теперь есть спортивные наряды, в которых я могу вам показывать фигуру. И вы будете видеть изменения в ней. Но живот реально плоский. Но не такой. Это я уже за день его наела. Но не такой, как был. Класс. Завтра буду клеить новую порчу тейпов. Класс. Я еще хочу, чтобы мне муж на попу вот здесь от целлюлита наклеил. Потому что у меня целлюлит. От целлюлита приседать. От целлюлита, да. Но это не помогает. Вот. Так что. Я довольна нарядами. Супер. Кайфово. Очень удобненько. Очень кайфовенько. Так. Ну а так вообще будем. Мы уже, наверное, ложиться спать. Я буду сейчас с Даном делать, как обычно, нашу уборку по дому. Потому что игрушки нужно все сложить. И мы будем идти с ним в душ и ложиться спать. Потому что уже поздно. Всем спасибо за просмотр, да? Ага. Все, пожалуйста. Ставьте лайки. Пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Если вы благодарны за этот просмотр. За то, что вы нас посмотрели. То ставьте лайки. И все. За то, что мы снимали видео для вас. Пока-пока. Спешил фур ю. Да, Даной? Пока-пока. Скажи пока-пока. Пока. Пожалуйста, что смотрели нас. Пока. Кто кому одолжение идет на пони? Кись. 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 Все, всем пока. Пока.